Здравствуйте! Я Виктория Алексеевна Румянцева, врач-генетик, кандидат медицинских наук. Я работаю в СМ-клинике и провожу медико-генетическое консультирование пациентов. Возникновение и развитие практически всех известных на сегодняшний день заболеваний существенную роль играют наследственные факторы. Поэтому, чтобы понять природу любого заболевания, разнообразие его проявлений, необходимо использовать для анализа генетические подходы. В течение жизни у каждого человека возникает необходимость в приеме врача-генетика и в медико-генетическом консультировании. Важно помнить, что наследственные заболевания не обязательно бывают врожденными. Их признаки могут появляться и сразу после рождения, и в детстве, в подростковом возрасте, а могут проявиться в старшем возрасте. Отсутствие среди ближайших родственников лиц с такими проявлениями также не исключает наследственной природы состояния. Необходимо, чтобы каждый ребенок до 5 лет был осмотрен врачом-генетиком, особенно дети, имеющие какие-либо отклонения в физическом и умственном развитии, имеющие микроаномалии или нарушения обмена. Довольно часто исключить наследственную природу заболевания бывает так же важно, как и подтвердить ее. Во многих случаях прогноз здоровья, тактика лечения, риск передачи заболевания потомкам, рекомендации и профилактические мероприятия будут разными для заболеваний разной природы. Так, непереносимость молока ребенком, лактазная недостаточность, может возникнуть вследствие незрелости формирования ребенка, а может иметь генетическую предрасположенность непереносимости молока. Первым делом пара, планирующая беременность, должна получить медико-генетическую консультацию. Врач-генетик на приеме составляет медицинскую родословную, основываясь на которой делает заключение о необходимости углубленного обследования. С учетом современных достижений молекулярной биологии, на основании данных о наследственной отягощенности, этнической принадлежности семейной пары, а также по желанию пациентов, возможно проведение обследования генов заболеваний, встречающихся в данной семье или присущих данной этнической группе. Консультация с врачом по результатам проведенного обследования решает задачу оценки репродуктивного здоровья пары, выявление возможных причин бесплодия и невынашивания беременности, анализа возможных рисков перинатальной патологии плода и заболеваний беременной женщины, а также выработка индивидуального плана обследования семьи у врачей других специальностей и переконцепционной профилактики. Мы живем в огромном мегаполисе. Появление мутагенных факторов в окружающей среде, в пище, на производстве, наличие лекарственных препаратов с мутагенным эффектом поставило вопрос об оценке их влияния на наследственность человека. Поэтому возникает необходимость проведения генетического скрининга, и каждый человек нуждается в генетическом паспорте. Хромосомные перестройки, возникающие в результате мутации, это изменение числа или структуры хромосом. Хромосомные аномалии у женщин и мужчин приводят к нарушениям репродукции. Нередко хромосомные перестройки выявляются только в ооцитах. Даже у здоровых женщин с нормальным кариотипом до 20% ооцитов могут иметь хромосомные аномалии, большая часть которых представляет собой структурные перестройки. Повышение числа хромосомных перестройок повышается с возрастом женщины, особенно после 35 лет. Женщины, вынашивающие своего ребенка в возрасте старше 35 лет, должны быть осведомлены о повышенном медицинском риске такой беременности. В этом случае нельзя откладывать визит к генетику, так как из-за повышенного риска хромосомных аномалий женщинам в возрасте 35 лет и старше может быть показано проведение инвазивной пренатальной диагностики. Бесплодием страдают около 4-5% мужчин репродуктивного возраста. Влияние мужского фактора могут быть обусловлены не только собственно ненаступление беременности у женщины, но и различные формы несостоявшейся беременности. В нашем центре вы можете обратиться за консультацией и дополнительным обследованием с целью выявления наиболее частых генетических факторов мужского бесплодия. В каких случаях следует обратиться за консультацией генетики? Если среди ваших родственников предполагается наличие наследственного заболевания, если среди членов семьи были случаи врожденных пороков развития или умственной отсталости, в семье отвечалось два или более случаев рака, особенно если были лица, не достигшие 50-летнего возраста, если среди ваших родственников отмечались случаи тромбозов или тромбоэмболических заболеваний, если у ваших родственников были инфаркты миокарда, если вы состоите в браке с кромным родственником, если ваш брак бесплоден, если отмечались случаи спонтанного прерывания или невынашивания беременности, если вы беременны или планируете беременность и ваш возраст старше 35 лет, если во время беременности имел место прием лекарственных средств, алкоголя, наркотиков, или вы подвергались воздействию производственных или средовых вредностей, если у вас есть хроническое заболевание и вы беременны, и если вы совершенно здоровы, планируете беременность и хотите позаботиться о здоровье будущего малыша. Раньше мы думали, что нашу судьбу определяют звезды. Сейчас мы знаем, что во многом наша судьба – это наши гены. Так сказал нобелевский лауреат Джеймс Отсон. Мы поможем в СМ-клинике сделать вашу судьбу счастливой.